Всем привет! Ну что, наступила зима настоящая в нашем доисторическом зоопарке. Всех животин перевели в зимние вольеры, чтобы они не мерзли. Такие наши динозавровые товарищи. И да, самое время добавить еще одного нового постояльца. Вот такого. Когда я готовилась конкретно к этой съемке Мини-Мини, я выяснила одну вещь, которая меня вообще все в том время, что я здесь работаю, и что у нас в музее проходят детские палеонтологические конференции. Да, они у нас проходят, и вы можете в них поучаствовать. Меня очень сильно удивляла в детских рисунках одна вещь. Дети очень часто рисуют некоторого динозавра, у которого на спине явно пластины какие-то есть, но при этом очень длинная шея. То есть получается, что это такой диплодок с пластинами. У меня все время было ощущение, что это ребята рисуют, ну, какое-то вымышленное животное, которого действительно никогда не было, просто потому что им хочется собрать все самое крутое. И длинную шею от зауропод, и непременно такое красивое туловище с пластинками, как у стегозаври. Но оказывается, что, да, действительно был такой представитель славного семейства стегозавров, как мирогайя, которая жила в Европе Западной, ближе к середине юрского периода. И действительно у этой мирогайи была длинная шея, как у зауропод, и замечательные красивущие пластинки на теле, как, собственно, у стегозавров, и сама она, собственно, относилась к стегозавринам. Вот, так что, да, это на самом деле, несмотря на то, что нарисовано от души и фантазии, тем не менее, настоящее такое животное тоже существовало. Что еще раз подтверждает, насколько реальность многообразна и удивительна, и как то, что, казалось бы, всего лишь фантазия, может на самом деле быть в реальности. Вот, ну а еще я хочу для тех, кто следит за нашими выпусками, подсказать одну идею. Вы не обязаны собирать совершенно настоящих, вот прям динозавров, как книжка с картинками, вы можете выбрать и выдумать своего динозавра. То есть, вот, выбрать части, которые вам больше всего нравятся, и соединить их так, как нравится вам. И тогда получается свой новый уникальный вид, который вы тоже можете описать, используя греческие и латинские слова в качестве названий, и получить какого-нибудь трицеродромея какого-нибудь. Ну а сейчас мы соберем нашего красавца, стегозавра, стегозавра Умгулятус, который был описан маршем, известным палеонтологом во время так называемых костяных войн. Он у нас уже наклеен на картоночку, мы уже шилом прокололи в местах, отмеченных крестиками и звездочками, дырочки. И самое время его вырезать и собрать. Поехали! Это ужасно! Я только сейчас обнаружила, что на выкройке у динозавра две передних, только одна передняя и одна задняя нога. Хотя вообще должно быть их четыре. Ну, две передних, две задних. Так что, да, это закадровая информация. На той выкройке, которая будет выложена в группе Музея Пермских Требностей, количество ног, обещаю, будет нормальным. Ну а пока остается это как-то исправить, потому что съемки должны продолжаться, шоу-маст-го. И я показываю, как это можно относительно легко исправить. Мы берем шило, прокалываем им точку, в которой колечность собирается, очень прочим захватываем пальцами, чтобы оно не ездило, не вращалось. И вырезаем вот так, вот-вот-вот-вот-вот, очень аккуратно еще одну запасную ножку. Еще один способ, как исправить такую ситуацию, когда у нас вдруг не хватает деталей, это, собственно, вырезать ногу, как надо. Вырезаем. Приложили ее к листу бумаги. И отделили. И получаем выкрытую черную деталь. Вот что значит большой перерыв, и долго мы этого не занимаемся. И самое главное, поставим тот же пациент. Прежде чем вырезать, проделайте крючку. Я делаю крючку. Неотравно. И нарезаем. Здравствуй, сосед с перфоратором. Начиная с весны, с той самой поры, когда мы собрали брахиозавра, он ничего не сверлил, а сейчас он проснулся. Здравствуй, сосед! Как я тебя не знаю, как я тебя не знаю, что я не вижу. Голова. Без мозгов. На самом деле, мозги есть, но они больше, чем собачьи. Из-за этого в массовой культуре стегозавр получил прозвище самый безмозглый динозавр. На мой взгляд, это невероятно обидно, потому что количество мозгов на самом деле еще не самое определяющее. Главное не то, сколько у нас мозгов, потому что, если смотреть на количество, то самыми умными должны быть кашелоты. А люди, ну так себе. Самое важное, оказывается, во-первых, как мы этими мозгами пользуемся, а во-вторых, соотношение головного мозга и массы тела в целом. Ну, а если у нас мало головного мозга, то, может быть, у нас есть еще дополнительный. И во многих книжках про динозавров пишут, что вот здесь, над хвостом, у стегозавров был прям второй мозг. Вот, что значит, вот этот второй мозг как раз отвечал за координацию движений, и, собственно, только верхнему головному оставалось думать о высоком, возвышенном и прекрасном. Но, к сожалению, это оказалось не так. Поэтому, и это известно уже с 97-го года, что вот в этом расширении спинномозгового канала, собственно, вот здесь вот, которое раньше принимали за второй мозг, на самом деле находилось гликогеновое тело. Что это такое? Гликоген – это запасное питательное вещество. У нас, например, у людей гликоген откладывается в печень. Вот, и, собственно, гликоген – это дополнительное питательное вещество, которое служит для питания нервной ткани. В общем, там у него, по сути, были запасы еды для мозгов, но не сами мозги. Что еще привлекает, конечно же, в стегозаврах – это их хвост. Хвост этот будет очень сейчас сложно вырезать, потому что на нем очень много шипов. На самом деле, у стегозавров с этим все еще скромно, а, например, у кенотозавров, их соседей по семейству стегозаврины, хвост был увенчан прямо этими шипами, шип еще у них из плеч росли. Шипы эти представляют собой не выросты каких-то внутренних костей, то есть это не выросты позвонков, как кажется, снаружи, а, по сути, такие кожные окостенения, которые имеют такой очень интересный вытянутый вид. И вот как раз и пластины, и шипы на хвосте – это результат окостенений кожи. То есть представьте, если бы у вас на коже выросли кости. Настоящая броня. И как раз такой броней можно кому-нибудь хищному зарядить по лапе, чтобы связываться неповадно было. И когда вырезаны все детали, самое время их собрать. Вот у нас есть голова, шея. Шея у, собственно, типового рода эдида, у стегозавра, ункуленсиса, коротенькая. Но если вы хотите собрать мирогайю, то вам потребуется вырезать еще более длинную шею, которая по длине будет, как все туловище. И, собственно, мы их накладываем. Все, я уже забыла, как это делается. И теперь мы берем проволочку, вставляем в одну дырку. Теперь проволочку складываем пополам. Я уже забыла, как это делается. И аккуратно, держа при этом пальцы, начинаем наматывать улиточку. И переварим шею и делаем так с другой стороны. Ну и дальше ножки. Как говорилось, каким-то удобным дизайнером. Сначала открываем нога, потом делаем, потом другая нога. Как у настоящего рук. Так, по-моему, чёрт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И последнее, что нам осталось прицепить, это хвост. При этом вы можете заметить, что хвост довольно высоко. На старых реконструкциях, времён Сдена Кабуриана, динозавры часто изображались волочащими хвосты по земле. Не было исключением и стегозавра, у которого прям совсем хвост уныло где-то плёлся вслед за ним. Но сейчас мы знаем, что динозавры всё-таки свои хвосты не волочили, держали их на весу. Это мы знаем по окаменевшим следам динозавров. И мы знаем, что динозавры в полосе неплохо ходили, а хвосты у них следов не оставляли, значит не волочились по земле. Это вот такое важное отличие от реконструкции, например, рождественского, которое здесь рядом в книге. И теперь мы все детали аккуратно обжимаем плоскогубцами, чтобы они достаточно бодро держали свой вес. Даже голова готов пастись. Ну и самое время его немножко раскрасить. Это первый динозавр, для которого нам потребуется красный фломастер. Зачем? Мило в том, что вот как раз эти знаменитые пластины у него на спине, за счёт которых он и получил своё название, стегрозавр, означает динозавр с крышей на спине, потому что во время открытия его Маш посчитал, что эти самые пластины у него накладывались подобно черепице, то есть как бы висели. Ну а сейчас мы знаем, что эти пластины у него торчали, при этом образовывали два независимых ряда, по 17 пластин суммарно. Ну здесь их, конечно, на накрытии гораздо меньше. И эти самые пластины были очень богато пронизаны кровеносными сосудами. Возможно, такие кровеносные сосуды помогали ему вовремя подогреться, чтобы быть более травоядным. А, соответственно, чтобы переваривать траву, надо иметь достаточно высокую температуру тела. Примерно такая же конструкция была у диметродона, у эдафазавры, но диметродон и эдафазавры – это не динозавры, это пермские звероящеры, о которых, я надеюсь, мы ещё поговорим. А этот самый настоящий динозавр, который тоже вот встал на путь теплокровности. Правда, не очень далеко по нему ушёл, и где-то в середине мела весь кончился. Но, тем не менее, стегозавры были замечательными, разнообразными животными, которые населяли Европу, Азию, Северную Америку, были разнообразными и замечательными, удивительными существами. Самое время поселить его в наш зоопарк. Ну, а вы оставайтесь на нашем канале, ставьте лайки, не забывайте подписывайтесь, ну и заходите в музей пермских древностей, он более-менее открыт. Так что, до встречи, пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова